Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вас зовут? Сколько квартир у вас в управлении? Как давно занимаетесь посуточной арендой? Посуточной, наверное, уже лет 15. И квартир сколько у вас в управлении? На сегодняшний день 18. Помогает кто-то с этим бизнесом? Сколько вообще человек работает с вами? Да, у меня есть горничные. Их у меня трое пока что. Есть девочки, которые занимаются генеральной уборкой. Я их приглашаю, наверное, раз в полгода, чаще не надо. И они полностью всю квартиру мне моют и делают. Такое ощущение, что после косметического ремонта. Есть ли у вас какие-то бонусы для постоянных клиентов? У нас есть скидки для постоянных гостей. От недели, от месяца и дальше. Тут уже индивидуальный подход. Если гости останавливаются у тебя не первый раз, то тут уже, надо говорить, о каких-то отношениях гостя с хозяином, индивидуально. На что бы вы рекомендовали обратить внимание клиентам, которые выбирают квартиру на сайте? Я сама, когда снимаю квартиру где-то в другом месте, по Украине, я смотрю сайт хозяина. Если он давно работает, то у него и сайт аккуратненький должен быть. Но в принципе видно, что он работает. То есть, что он не просто так вот до сегодня создал, там что-то нарисовал, и чтобы он мог пропасть. Что человек работает на перспективу. Если клиент ищет квартиру на добово, на что ему стоит обратить внимание? Ну, думаю, на фотографии. Если фото квартиры, ну, так себе там, с телефона, то, конечно, там не стоит ожидать квартиры, чистоты какой-то неземной. Если я хочу продать свой продукт, да, я стараюсь это сделать, так сказать, качественно. Я беру фотоаппарат, техникум, и с фотографом ходим, фотографируем, смотрим, что, как. А клиентам, которые у вас живут, вы предоставляете какие-то памятки, правила дома, что есть поблизости? Я сдаю фотоаппарат, и там вся информация есть. И о первой медицинской помощи, пожарной, полиции, все, что рядом, расположено возле квартиры. То есть, там вся информация есть. В случае каких-то непредвиденных экстренных ситуаций, есть ли у вас четкие процедуры, как действовать, что делать? Да, если, смотря, что имеется в виду, вот, есть там поток какой-то, да, у меня есть человек, который приезжает, вот, и устраняет. С клиентами вы общаетесь самостоятельно в таких случаях? Вы доступны на связи все время? Да, да, я доступна 24 часа в сутки. Скажите, пожалуйста, что для вас значит качественный сервис в посуточной аренде? Гость приезжает, как правило, в квартиру, чтобы в ней остановиться на небольшой промежуток времени. Вот. Ему необходимо, чтобы все было, все необходимое, опять-таки, было под рукой. Это полотенце, это постельное белье, это посуда, ложки, вилки, чашки, тарелки, стаканы. Вот. То, что ему необходимо для приготовления пищи, может быть, там, кастрюль какая-то, сковородка. Вот. Ну, естественно, мыло, чтобы руки он был мыть. То есть, в общем-то, все необходимое, потому что он зашел в квартиру и мог себя привести в порядок, перекусить, выпить чай, там, может быть, с сахаром, может, поджарить себе какую-то яичницу. Вот. Масло должно быть в квартире, я тоже оставляю это. Интернет, Wi-Fi. Без Wi-Fi никуда. Спасибо. 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 Спасибо.